Инициатива, которая может решить вопрос с хвостиками, пусть и отчасти. Хочет волонтер Марина Абельдева рассказать о некоторых наших планах на этот год. Их много, но начать, пожалуй, нужно с самого важного. Отлова и стерилизации бездомных собак, девочек, живущих около нас. Собиралась приступить к реализации сразу после Нового года. Но появление у хозяйки домашнего мини-приюта собаки Симашка, пёсика по кличке Босс, несколько внесло коррективы по срокам, но при этом ещё более убедила, что этим нужно заниматься. Ведь он и его состояние прямое следствие этой проблемы. Эти планы выходят и не совсем приютские эти проблемы. Поэтому хочется обратиться к вам за советом, вопросом, найдёт ли это отнестиво отклики. Всё-таки заниматься стерилизацией бездомных, когда в самом приюте тоже весьма плачевное состояние, и направлять туда ресурсы, на первый взгляд, не совсем целесообразно. Но эти меры помогут избежать главной проблемы Марина Абельдяева, роста и популяции бездомных на улице и в самом приюте. Она и сама готова где-то ужаться, что-то отложить, пока вольеры те же, но быть уверенной, что весной-летом не придётся принимать новых щенков. Да, все этим бесплатно занимаются госструктуры, но не очень эффективно. По вызовам волонтёра не отловили ни одну осыпь. Помощи от местной администрации сейчас ждать не придётся. Порой нам кажется, что волонтёры единственные, кому вообще в этом посёлке это надо. При работе же с частниками одна собака обойдётся 4-5 тысяч рублей. Сюда вход, сейчас натлов, стерилизация, перевозка животных обратно в место их обитания, передержка при необходимости. Всего у волонтёра примерно 15 девочек плюс-минус. Но ни поймать, ни оплатить такую работу сразу у нас не получится. Но даже постепенно, хотя бы по 2-3 собаки в месяц, это уже будет огромный шаг к решению этой проблемы. Друзья, напишите, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете. Ваше мнение очень важно, а без вашей поддержки это вообще будет невыполнимо. Ведь Марина Бельдяева понимает, браться за решение проблем района, не решив даже близко своих, может и неправильно. Но так тяжело видеть, когда ты приходишь кормить 3, а выбегают уже 8. Но ещё страшнее, когда из укрытия выходят только уже 4. И ты понимаешь, что в жизни малышей унесли болезни, голод и человеческое безразличие. И если инициатива волонтёра найдёт одобрение и, главное, вашу поддержку, то уже с понедельника можно начинать её постепенную реализацию. Субтитры создавал DimaTorzok